Время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на государственном центральном морском испытательном полигоне Министерства обороны России в Архангельской области произошел взрыв с возгоранием, в котором пострадали сотрудники Российского федерального ядерного центра в НИЕФ. Пять человек погибли, трое госпитализированы. В связи с трагическими событиями в Сарове объявлен двухдневный траур. У нас в студии находятся руководители ядерного центра, они готовы дать комментарии по данной ситуации. Это директор Арфеат Свнеев Валентин Ефимович Костюков, научный руководитель Арфеат Свнеев Вячеслав Петрович Соловьев и заместитель научного руководителя Арфеат Свнеев, член-корреспондент РАН Александр Константинович Чернышев. Валентин Ефимович, вам слово. Да, случилась трагедия. Взрыв унес жизнь пяти наших товарищей, трое находятся в госпитализации, у них травмы средней тяжести, в основном это переломы, части сделанная операция, жизнь их находится вне опасности. Конечно, гибель наших сотрудников это горькая утрата для всего института, для предприятия, государственной корпорации Росатом. Испытатели, связанные с этим видом деятельности, конечно, являются национальными героями, и мы подспудно всегда считали их элитой Российского Федерального Ядерного Центра, потому что именно испытатели через их руки проходят все идеи, все мысли, все изделия, и они их испытывают в самых невероятных условиях и видах деятельности. Я выражаю соболезнования прежде всего семьям погибших, родственникам, близким, сотрудникам НИЭФ, нашим коллегам. Мы встретились с семьями, поговорили с ними, и я думаю, что мы сделаем все, чтобы и память об этих людях, и жизнь этих семей, о которых я чуть попозднее скажу, осталась и велась в таком нормальном человеческом режиме. Работа, которая была проведена в акватории Белого моря, мы к ней готовились, готовились достаточно серьезно, около года, создали соответствующие стенды, провели тестацию людей, провели достаточно серьезный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики, обсудили их. Казалось бы, все должно быть реализовано, но, к сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту. Сейчас работает государственная комиссия по расследованию причин, и в рамках этой комиссии будут сделаны соответствующие выводы. Должен отметить, конечно, высочайшие гражданские качества наших товарищей, и прежде всего тех, кого уже с нами нет. Эти люди неоднократно участвовали в аналогичных подобных работах, и всегда получали положительный результат. Но сегодня цепь трагических случайностей, неопределенностей, которые выявились, случилась. Хотя по предварительному анализу мы видели и чувствовали, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это сегодня не удалось. Наша деятельность, наш тематический план требует, что практически каждый час и каждый день в институте проходит различное количество испытаний. Они идут на внутренних полигонах, на площадках, на внешних полигонах. Они идут в различного рода условиях, и тех условиях, которые на сегодняшний день определены нашей спецификой деятельности. И поэтому, конечно, очень остро чувствуют наши люди боль утраты. И боль того, что нам не удалось все предусмотреть, возможно. Не удалось заглянуть так глубоко, чтобы получить результат. Александр Константинович, вы как заслуженный испытатель, член-корреспондент РАН, как вы можете прокомментировать произошедшее? Безусловно, это трагедия, которая, в общем-то, унесла жизнь наших испытателей, наших друзей. Особенно тяжело терять близких друзей. И в нашем полигонном братстве, это так называется у нас, мы лишились наших товарищей. Здесь принципиально важно отметить, что с самых первых дней существования нашего ядерного центра КБ-11 тогда, здесь был организован полный цикл работ, от теории до испытания. Испытания были необходимы и есть необходимым элементом создания новой техники. Я должен сказать, что вопросом безопасности, основы которой заложил Юль Борисович Харитон, основатель нашего ядерного центра, который отвечал 46 лет за ядерное оружие, здесь, в общем-то, сложилась определенная не просто школа, а культура работ. И более того, в любом документе изделия, идущего на испытания, есть раздел обеспечения безопасности и сценарий аварийных ситуаций. И мы работаем здесь достаточно серьезно, большие группы людей, специалистов. И вот я должен сказать, что вот то, что произошло, это, безусловно, в общем-то, непрогнозируемый сценарий реализовался. Я должен сказать, что не так далеко там находится Северодвинск. Наши люди там присутствуют, наши эксперты проводят измерения так же. В Севмаше в прошлую ночь дежурила наша бригада и, в общем-то, установили прямыми измерениями, сравнение этих измерений, что, да, радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали. Вячеслав Петрович, вам слово. Я бы хотел сказать, что у нас в ядерном центре существует научная программа работ. И в рамках этой программы проводятся исследования и разработки как фундаментального характера, так и в интересах Министерства обороны. Ну и сегодня у нас целый ряд проектов ведется и в интересах гражданских отраслей промышленности. Одно из направлений — это создание источников энергии, тепловой, электрической, с использованием радиоактивных материалов, в том числе и делящихся материалов, радиоизотопных материалов. Такими разработками центр занимается уже очень давно, достаточно давно. С 1950-х годов. Да, первые источники энергии с использованием радиоизотопов были созданы в начале 60-х годов. Ну и вот это направление работы, оно также является и актуальным, и важным, и необходимым. Эти источники, малогабаритные источники сегодня необходимы и для космоса, ну и для удаленных районов, арктических районов, там, где не требуется обслуживание этих источников. Поэтому вот эти разработки, они, на самом деле, ведутся и во многих странах. Американцы в прошлом году в рамках программы Килопауэ испытали малогабаритный реактор мощностью всего лишь в несколько киловатт. Ну и наш центр также продолжает работать в этих направлениях. Та трагедия, то вот роковое стечение обстоятельств, которое случилось при наших испытаниях, мы сейчас в этом пытаемся разобраться, работаем в тесном контакте с государственной комиссией, которая создана по анализу причин этой аварии. И, конечно же, наши ученые сейчас в постоянном контакте, мы анализируем всю цепь событий для того, чтобы и оценить масштаб аварии, но и понять ее причины. Не только понять, но и исключить возможность подобных аварий в будущем. Это ключевая задача, которая сегодня стоит перед нашими специалистами. И я думаю, мы с ней справимся. Не менее важный вопрос, который я не могу не задать. Какая помощь будет оказана семьям погибших и пострадавших? Вот я специально принес документ, хочу вам его показать, коллективный договор. Это вот Российского федерального ядерного центра. Здесь тот документ, по которому мы живем. И в рамках его с самого начала уделено достаточно вот такой раздел есть, охрана труда. И в самом начале этого раздела описано все, что связано с испытателями, с этой категорией и профессией, безусловно, имеющей, несящей за собой определенные риски. Поэтому в сегодняшней нашей части мы окажем помощь семьям единовременную, которые, безусловно, входят в том числе и случаи, описанные здесь, вот в случае гибели работника, его семье, единовременные пособия в районе 120 минимальных окладов по уровню должности. В участии наших коллег, товарищей остались дети. Поэтому принято соответствующее решение, что до совершеннолетия этим семьям будет выплачиваться средний доход сотрудника. Кроме этого, мы рассматриваем вопросы, которые связаны с реабилитацией тех коллег. И они предусмотрены здесь в коллективном договоре. Они будут идти за счет Российского федерального ядерного центра. Однако, безусловно, что одними материальными вопросами не решишь боль и утраты. Мы должны сделать все, чтобы эти люди остались в нашей памяти как герои. Мы представили в Росатом, Росатом представил в администрацию президента документы на награждение их. Здесь, в рамках предприятия, вместе с администрацией города, приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям. Еще раз хочу от имени института, от присутствующих здесь, от себя лично, высказать соболезнования, прежде всего, родным и близким. Они сейчас в фокусе внимания, им сейчас наиболее тяжело. И отметить, что товарищи, они настоящие герои. Они герои современной России. И мы будем их помнить. Похороны погибших пройдут в понедельник, 12 августа. Церемония прощания состоится в 10 утра в ДК Рфятсвнеев. Продолжение следует...